С чего начинается экологическая культура? Сознаний, заложенных в детстве. В объединении «Живой мир» – Центр внешкольной работы номер два. Ребят учат бережному отношению к окружающему миру. Любовь к братьям нашим меньшим и уважение к природе здесь прививают на практике. Я забочусь о природе хорошо. Я убираюсь в парке везде, убираюсь даже в школе. И даже я убираюсь в своем доме и рядом, где мусорка. А еще мы собираем макулатуру в школу. Мы получили в первом классе третье место. Эти ребята понимают, зачем нужно сдавать батарейки в переработку. И собирают их отдельно, другого мусора уже не первый год. А еще они знают, чем опасен пластик для животных и сколько будут разлагаться различного рода отходы. Для осознания того, какой вред мусор может причинить природе, используем некоторые игры. Например, вытягиваем карточку, на которой написан предмет. Допустим, шоколадка в фольге. Ребята думают, с чего состоит шоколадка. Смотрят сроки разложения этих веществ и понимают, что если мы выкинем фольгу, то лежать эта фольга будет на одном месте в несколько сотен лет. И уже появляется важное сознание, что если я не выброшу в правильное место, то этот мусор будет лежать очень-очень долго. Сортировать мусор нужно и потому, чтобы при длительном накопительном эффекте он буквально не отравлял человеку жизнь. В почву и воду попадают вредные вещества. Если свалка не горит, то те испарения, которые при гниении отходов происходят, они не ощущаются. И влияние достаточно длительное. То есть нужно несколько лет, даже несколько поколений жить возле свалок, прям непосредственно выдыхать эти испарения, чтобы что-то произошло негативное в организме. Единственное, по научным статьям были исследования, что у беременных женщин риск развития аномалии плода возрастает. Чаще возникает аномалия развития плода, чем у других женщин. То есть это говорит о канцерогенном действии, мутагенном действии свалок на организм. Мусора становится больше, полигоны растут, но с этим можно и нужно бороться. В Иванове есть условия для раздельного сбора мусора. Было бы желание начать. Говорить об экологии мало. Нужно действовать и подавать собственный пример. Редактор ТВ Иванова уже не первый год собирает макулатуру и ее сдает. За последние пять лет ситуация с раздельным сбором мусора в областном центре изменилась в лучшую сторону. В разных частях города установлены контейнеры для пластика и макулатуры. Причем спросом они явно пользуются. Мусор обычный. Мне приходится выкидывать всего лишь один раз в неделю, а не каждый день, как это было до раздельного сбора. Считаю, что если каждая семья стала бы разделять мусор, то у нас бы не образовывалось таких огромных мусорных полигонов, на которые свозят тонны мусора ежедневно. И это бы значительно улучшило окружающую среду в городах и воздух, которым мы дышим. И я считаю, что это единственное, что я могу сделать, то небольшое, что я могу сделать, для того, чтобы улучшить жизнь себя и других. Один из специализированных контейнеров для раздельного сбора установлен на территории бывшей фабрики НИМ на улице Жиделева. Сюда можно приносить стекло, пластик, алюминий и бумагу. Раздельный сбор нужен, чтобы сократить свалки, потому что из-за смешения разных отходов в массе мы получаем отравление почвы, воздуха и воды, что, естественно, напрямую касается человека. И уже страдаем мы. Сложнее до недавнего момента было с батарейками. Бесплатно в Иванове их не принимали. По данным ЦИОМ, почти 33% россиян сдают опасные отходы, к которым батарейки тоже относятся. Теперь их можно принести в крупные торговые центры, в сетевые магазины. Можно не сомневаться, все собранное утилизируют должным образом. Мы сообщаем людям, которые находятся в Челябинске, те, в свою очередь, приезжают буквально через сутки. 24 часа и сразу забирают эти батарейки на утилизацию. Утилизируют на заводе, где, соответственно, перерабатывают на полезные материалы. Те материалы, там и цинк есть, и различные другие материалы. Интересно, что 47 респондентов, по данным того же ЦИОМ, готовы сортировать отходы, но им некуда потом их выбрасывать. На самом деле, отбирать пластик, который может лежать в земле тысячу лет, проще всего. Легче всего начать с того, чтобы открычивать крышечки из бутылок, и, например, их можно слабоить. Тогда они меньше места будут занимать в контейнерах. Важно правильно подготовить мусор к переработке, тщательно все отмыть и просушить. Но не во всех случаях это можно сделать. Вот у нас есть бутылка из-под масла. Ее нельзя сдавать в переработку, потому что масло, оно проникает в поры пластика, и ее уже никакое чистое вещество, ничто не отмоет. То есть мы всегда, когда сдаем пластик, мы его сначала моем, оставляем сушиться, то есть крышечку убираем, и оставляем его сушиться, он должен полностью просохнуть. Но вот различного вида вот такие бутылки из-под масла, их просто не сдаем, мы их просто складываем. Также нельзя сдавать бумагу, испачканную маслом или какой-то жирной пищей. Есть сложности и с упаковкой тетропак. У нас в городе я не знаю пунктов приема, я их не нашла. Я пользуюсь как картой Greenpeace, Recycle Map. Она, конечно, очень помогает. В Тихом океане уже есть целые мусорные острова, и они будут только расти. Любовь Почерникова, Денис Денисов, Артова, Иванова.